МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Ахтопинск ТВ информационная программа ныне. Коротко о главном. На территории села Успенка зафиксирован очаг африканской чумы свиней. Расскажем в выпуске, какие правила по содержанию животных необходимо соблюдать в этот период. Поезд здоровья продолжает работу в Ахтопинском районе. О промежуточных результатах расскажет главный врач Ахтопинской районной больницы. Подготовка к выборам 2022 продолжается. За кресло народных избранников поборется 19 человек. Глава Ахтопинского района Владимир Михет в составе делегации муниципалитета и ректора Астраханского госуниверситета имени Татищева Константин Маркелов провели рабочую встречу. Руководитель высшего учебного заведения обсудил с гостями направление совместного развития муниципалитета и АГУ. Рассказал о достоинствах вуза, а также пригласил гостей на экскурсию по университету. Астраханский госуниверситет уже долгое время налаживает партнерские взаимоотношения с Ахтопинским районом. Главной проблемой, которую хотят решить стороны при помощи сотрудничества, остается отток молодежи из региона и в частности северного района области. Отмечается, что Астраханский государственный университет пользуется популярностью у ахтубинцев. Так, в прошлом году из 350 выпускников школ Ахтубинского района 39 поступили в АГУ. Чаще всего ахтубинские абитуриенты выбирают IT-направление, юриспруденцию и педагогическое образование. На территории Успенского сельсовета в Ахтубинском районе на левобережье реки Ахтубы выявлен новый случай заражения африканской чумы свиней. Как сообщил начальник районной ветеринарной станции Александр Панченко, согласно приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации уже разработан план специальных мероприятий. В соответствии с ним, все поголовье в хозяйстве собственника должно быть уничтожено и утилизировано, а территория, транспортные средства, на которых перевозили животные, также одежда рабочих продезинфицированы. Отметим, инкубационный период колеблется от 2 до 20 дней, чаще от 2 до 5 дней. Основные признаки, которые проявляются при африканской чуме, это повышение температуры тела до 42 градусов, покраснение кожи или появление на ней фиолетово-красных пятен, сирозно-геморрагический конъюнктивит, диарея с примесью крови, признаки пневмонии, наблюдается также упадок сил и угнетенное состояние. Животные с трудом поднимаются, выражена сильная отдышка, через 1-3 дня наступает гибель. Специфической профилактики нет. В связи со сложившейся эпизоотической ситуацией в районе владельцам хозяйств по содержанию свиней необходимо содержать поголовье только закрытым типом. Не допускать свободного выгула свиней на территории населенных пунктов. Исключить кормление свиней кормами животного происхождения и пищевыми отходами без тепловой обработки. Проварка должна составлять не менее двух часов. Обработать свиней и помещения для их содержания от кровососущих насекомых. Постоянно вести борьбу с грызунами. Ограничить хозяйственные связи с неблагополучными по заболеванию африканской чумой свиней территориями. Закупать корма для животных только по согласованию с ветеринарной службой. Не покупать мясопродукты в местах торговли, не установленных для этих целей местной администрации. Не выбрасывать трупы животных и отходы от их содержания на свалке. При подозрении на заболевание или падеж свиней незамедлительно сообщить об этом представителю ветеринарной службы Ахтубинского района. В Ахтубинском районе продолжается подготовка к выборам, которые пройдут в текущем году в единый день голосования – 11 сентября. Жители Ахтубинска ждут две избирательные кампании, дополнительные выборы депутата Совета Ахтубинского района по одномандатному избирательному округу номер 12 и дополнительные выборы депутатов Совета города Ахтубинска по трем многомандатным округам. О предстоящих выборах говорили много, однако не все Ахтубинцы знают, кого же они будут выбирать 11 сентября. Наша съемочная группа вышла на улицы города и попыталась узнать ответ на этот вопрос. Здравствуйте, вы знаете, какие ближайшие выборы? Кого выбираем? Я ничего не знаю. Мы даже не знаем. Нет, не знаю. Честно, не знаю. Не знала даже. А вообще политикой интересуетесь? Ну так. Изредка. Только слышал, что они примерно где-то будут 11, а кто, куда, какие выборы. А вообще политикой интересуетесь? Так. Президент или что, или губернатор? Нет. Депутатов городского районного совета. А, за этим мы не следим. А вообще политикой интересуетесь? Нет, политика это не мое. Ох, это я далеко от этого. Вообще не знаю. Кого я хочу, тех не выберут. А кого выберут, мне не надо. Ну, по-моему, уже выбрали в районное. А больше не знаем. Главу района выбрали. А у нас 11 сентября будут выбирать. Не знаете кого. Депутатов городского района совета. Вообще политикой как интересуетесь? Меньше узнаем, больше спим. В Ахтубинском районе сформирован полный список кандидатов в депутаты. Подробнее об этом мы поговорим с председателем территориальной избирательной комиссии Ахтубинского района Татьяной Бариновой. Татьяна Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, сегодня мы уже можем говорить конкретно о людях, которые могут у нас стать в дальнейшем депутатами по Ахтубинскому району и по городу Ахтубинску. Давайте конкретно обозначим, кто же это такие. Да, действительно, у нас завершилась процедура регистрации кандидатов. Уже определены кандидаты. И кандидатами в депутаты Совета муниципального образования Ахтубинский район по одномодатному избирательному округу номер 12 у нас стали. Кальк Елена Александровна, ЛДПР, Шашков Михаил Николаевич от партии «Единая Россия», Молдебаев Марат Шахединович, самовыдвиженец, Оксана Фахат Ахатович в порядке самовыдвижения и Попов Иван Сергеевич также в порядке самовыдвижения. Кандидатами в депутаты Совета муниципального образования города Ахтубинск по Северному избирательному округу номер 1 у нас стали. Савиков Дмитрий Владимирович, самовыдвиженец, Сухинин Илья Сергеевич, КПРФ, Грунский Вадим Михайлович, Единая Россия, Ковалев Виталий Викторович, Единая Россия, Букин Сергей Геннадьевич в порядке самовыдвижения. Кандидатами в депутаты Совета муниципального образования города Ахтубинск по третьему центральному избирательному округу номер 4 у нас стали. Перевердян Вазген Феодорович, самовыдвиженец, Ситкалиева Манчук Насимуловна, Единая Россия, Гаджиев Заур Гаджиевич, самовыдвиженец. И кандидатами в депутаты Совета муниципального образования города Ахтубинск по Заречному избирательному округу номер 6 у нас стали. Кузьмин Герман Владимирович, самовыдвиженец, Кузин Михаил Сергеевич, КПРФ, Безруков Сергей Сергеевич, Единая Россия, Шиянова Елена Анатольевна, Единая Россия, Шмаков Дмитрий Николаевич, самовыдвиженец, Кардаев Владимир Владимирович, самовыдвиженец. Окружными избирательными комиссиями всем кандидатам были вручены удостоверения. За кресло народных избранников у нас поборется 19 человек, да? И, насколько нам известно, сегодня уже прошла жеребьевка. Совершенно верно. У нас сегодня территориальная избирательная комиссия проведена жеребьевка по определению даты и времени выхода в эфир на бесплатной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета муниципального образования Ахтубинский район 6-го созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу номер 12. То есть это только в отношении пятерых кандидатов, которые у нас зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета муниципального образования Ахтубинский район. Распределено время телеэфира на телеканале Ахтубинск ТВ и также бесплатная печатная площадь для публикации предвыборных агитационных материалов в печатном издании Ахтубинская правда. Итак, агитационный период. Когда он начинается? Агитационный период в средствах массовой информации у нас начнется с 13 августа и продлится до 0 часов 10 сентября 2022 года. Что ж, Татьяна Николаевна, мы в очередной раз хотим пожелать вам удачи в предстоящих выборах и также желаем удачи нашим кандидатам. В Ахтубинске простились с участником специальной военной операции. 8 августа в фойе Дома офицеров состоялось прощание с младшим сержантом Ильей Зелевым, который в составе 205-й отдельной мотострелковой бригады выполнял боевые задачи на Украине. Он погиб 31 июля в результате ракетного обстрела. На траурной церемонии присутствовали близкие, друзья, сослуживцы, представители региональной и районной власти, командование ГЛИЦ имени Валерия Павловича Чкалова. Со словами соболезнования родным выступили начальник управления по взаимодействию с воинскими частями администрации губернатора Астраханской области Сергей Яцков, заместитель областного военного комиссара, капитан 2-го ранга Владислав Демидов и глава Ахтубинского района Владимир Михет. Память военного, присутствующие почти или минуты молчания. Указом президента Российской Федерации младший сержант Илья Павлович Зелев награжден орденом мужества посмертно. Еще один трагический случай произошел 9 августа. На диспетчерский пульт МЧС в 17.46 поступил сигнал. В селе Болхуны загорелся жилой дом по улице Молодежная. Когда на место происшествия прибыли 4 единицы техники и 13 человек личного состава от МЧС и Волгоспаса, пламя бушевало на площади 100 квадратных метров. Пожарным пришлось 40 минут затратить на то, чтобы полностью потушить пожар. На месте пепелища было обнаружено тело 50-летней женщины. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. В Ахтубинском районе продолжает работу передвижной медицинский комплекс «Поезд здоровья». Изначально предполагалось, что он завершит работу 2 августа в селе Пологое займище. Однако планы изменились. За комментарием по этому поводу мы обратились к главному врачу Ахтубинской районной больницы. За 8 дней работы «Поездом здоровья» было охвачено порядка 487 человек. Большой интерес, конечно, это вызвал передвижной флюорограф. Там прошло порядка 336 человек. Также передвижной маммографический комплекс 110 человек, ЭКГ 266 человек. Большую заинтересованность пациенты проявили и к приезду врача-кардиолога, и врача УЗИ. «Поезд здоровья» находился в Новониколаевке, и произошел сбой в работе передвижного флюорографа. Но на данный момент нам область отправила другой передвижной комплекс, и сейчас работа по флюорографическому обследованию также продолжается в непрерывном режиме. Сейчас они на данный момент находятся в селе Капустин-Яр. Также у них запланировано село Садово и сам непосредственно город Знаменск. Пациенты приняли с большим удовольствием, так сказать, этот «Поезд здоровья», с учетом того, что активность была очень высокая, и мы в дальнейшем планируем и дальше продолжать делать заявки на этот «Поезд здоровья». Ну, в следующий раз, я думаю, уже, наверное, ближе к осени. Герои социалистического труда. Государственная награда в высшей степени отличия за труд. Она присваивалась за особые заслуги в области производства, научной деятельности, государственной или общественной службы. Один из тех, кто удостоился такой награды, стал Георгий Латунов. Человек, принявший в первый день Великой Отечественной войны станцию в Верхний Баскунчак, вскоре ставшую узловой. О нем и пойдет речь в нашем следующем материале. 22 июня, 80 лет назад, начальник железнодорожной станции «Поласовка» Георгий Григорьевич Латунов получил телеграмму «Немедленно принимай дела» в Верхнем Баскунчаке. «Это был первый день войны», – рассказывал он. Станция была узловая. Требовалось срочно увеличить пропускную способность эшелонов, направляемых к фронту. Сразу начали конструкцию станционных путей. Работали днем и ночью не только путейцы, но и женщины, подростки, поселка. Благодаря этому возросли возможности для маневров при формировании состава. Тогда же придумали поворотный механизм, при помощи которого паровоз на специальной платформе разворачивали считанные минуты в обратную сторону. Отправляли составы не только днем, но и ночью, что в мирное время считалось невозможным. С июля 1942 по февраль 1943 года через Баскунчак на Сталинград было отправлено 202 377 вагонов с боеприпасами, техникой, живой силой. И это в то время, когда фашисты активно бомбили станцию, стараясь прервать ее работу. В день было до 10 налетов. Чтобы сохранить людей, приняли решение всем жителям перейти в степь землянки. Тем не менее, станция продолжала принимать и выпускать эшелоны. Формировали составы часто вручную. Больше 20 минут эшелоны не задерживались. Их отправляли один за другим с минимальным интервалом не только днем, но и ночью. 31 августа состоялся массовый налет фашистов на станцию. Тогда Латунов организовал с добровольцами эвакуацию горящих вагонов с боеприпасами со станции Верхний Баскунчак. А после их тушения, после этого в темпе сделали обходной северный железнодорожный путь, по которому ночью пошли составы. А фашисты по-прежнему бомбили разбитую станцию. В газете «Сталинградская правда» в марте 1943 года вышла баллада о начальнике станции. Их имена, запомни, мать отчизна, среди твоих, прославленных сынов, сражался, не жалея сил и жизни, начальник станции Георгий Латунов. 5 ноября 1943 года Георгий Григорьевич в числе 127 лучших работников железной дороги был удостоен звания Герой социалистического труда. Владислав Лихварь, Татьяна Табинина, Ахтубинск ТВ Ахтубинские дети могут бесплатно отдохнуть в Дравницах. Ребята от 8 до 17 лет смогут провести недельный отдых в первой половине сентября в одном из детских лагерей. Подать заявку могут родители школьников из различных категорий, в том числе малоимущих и многодетных семей, а также призеры и победители Олимпиады конкурсов. Прием документов ведется в Министерстве образования и науки области. Для того, чтобы получить путевку, родители или законные представители до 26 августа могут предоставить в Министерство по адресу, который сейчас вы видите на своих экранах, пакет документов. В него должны входить копии паспорта заявителя, законного представителя, свидетельство о рождении ребенка или паспорт при достижении его возраста 14 лет, документа, подтверждающего регистрацию заявителя и его семьи по месту жительства, или свидетельство о регистрации формы номер 8, удостоверение многодетной семьи при наличии, распоряжение об опеке, также при наличии, копия справки об инвалидности ребенка, справка, подтверждающая статус малообеспеченности заявителя и его семьи, копии дипломов победителей, призеров, если ребенок имеет достижение, свидетельство о заключении или расторжении брака, если фамилия ребенка и законного представителя разные, копии справки по форме 079-У. Все вопросы можно задать по телефону, указанному на ваших экранах. И прямо сейчас мы переходим к дачным новостям. В нашем следующем материале Владислав Лихвай расскажет, чем любят заниматься Ахтубинцы на своих любимых сотках. Август – месяц самый благодатный в нашем регионе. Жарковато, правда, бывает, но река рядом, и народ к ней тянется. К Ахтубе красавице с утра пораньше рыбаки ее берега купируют, а после обеда жара малость спадет, песчаные берега купальщики занимают. И все же большая часть населения в эти дни на дачах находится. Приятный отдых с полезным трудом объединяют. Вот и мы решили побывать на одной из дач, так скажем, показательных, где есть что посмотреть, к чему поучиться, к чему стремиться надо. Супруги Андреевы дачу завели изначально не для того, чтобы выращивать на ней много-много огурцов и помидоров, но и чтобы душа на ней отдыхала. Конечно, фруктовый сад у них заложен основательный, случайных деревьев нет. Не много, но все продуктивные, элитные, а главное украшение дачи, конечно, цветы. Причем много разных. Это гордость Татьяны, хозяйки дачи. Впрочем, и Владимиру Викторовичу есть чем похвалиться. Все поделки на их даче он смастерил своими руками. Ну а теперь главное. Сорной травы на их даче нет. Каждый кусочек земли облагорожен культурными растениями, цветами, овощными культурами, газонной травкой. Продумал Владимир Викторович и соблюдение правил пожарной безопасности во время приготовления пищи, например, ухи без открытого огня, а также шашлыков и горячего чая в самоваре. Владислав Лихварь, Татьяна Дубинина, Ахтубинск ТВ. Сегодня вышел в свет новый номер газеты «Ахтубинская правда». Читайте в выпуске. Видимо, что-то пошло не так. Паромная переправа, ожидания и неопределенность. Найти пути взаимодействия. Глава Ахтубинского района Владимир Михет провел рабочую встречу с ректором Астраханского госуниверситета Константином Маркеловым. Подрядчики уже определены. В Ахтубинске планируют строить новые дома взамен аварийных. В авангарде Ахтубинский район стал лидером по числу проектов на инициативное бюджетирование. Муниципалитет готовится отметить День физкультурника. Программа мероприятий. Страницы истории Слободы Владимировка. Священник Диаконов и церковно-приходская школа. Газета «Ахтубинская правда» рада своим читателям не только на бумажном носителе. Сегодня прочесть все актуальные новости города, района и региона вы можете также в социальных сетях «Одноклассники» ВКонтакте и Инстаграм, а также на сайте издания, которое сейчас вы видите на своих экранах. И у нас на этом все новости. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий вместе с Ахтубинск ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова